Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, дело в том, что на России, вот смотрите, Путин уехал, но даже в его отсутствие все происходит исключительно по воле царя. То есть вот он сейчас находится в благословенной Северной Корее, где живут самые счастливые в мире люди, поедая самую вкусную, сочную в мире зеленую траву. А вот его наказы выполняются в точности все, как он сказал. В особенности, я имею ввиду, не буду ходить, знаете, там вокруг да около и что-то сочинять. Нет, значит, в особенности его наказ о создании зоны безопасности на границе Харьковской области. Знаете, все выполняется точно, как он говорит. Сегодня, значит, расисты, во-первых, уронили еще три авиабомбы на Белгородскую Народную Республику, напугав местных и некоторых заставив, да, свалить, убежать куда-то там, бежать без вести. Вот, но это не все. Сегодня днем еще, значит, опять-таки, расисты, московиты обстреляли село Безыменное. Название, кстати, хорошее такое, Безымение оно, Безыменное. В котором, ну, после предыдущих московицких обстрелов оставалось всего три целых дома. Вот, и сейчас один из этих трех целых домов спалили нахрен. И спалили, и там последняя админ будивля была, такой админ здания, да. Вот, оно, короче говоря, тоже сгорело, это здание, оставив всего две целые хаты. И вот, значит, гауляйтер местный Гладков заявил, что будет принудительная эвакуация из этого, собственно говоря, района. Также сегодня московицкие бомбы, снаряды, не пойми что, дроны прилетали по районному центру Грайвера, откуда тоже идет эвакуация. Таким образом, посмотрите, Путин, который заявил о создании вот этой вот серой зоны, зоны безопасности до границы Харьковской области и Белгородской Народной Республики может уехать хоть во Вьетнам, кстати, он после Северной Кореи во Вьетнам и поехал. Вот, а его наказы выполняются, посмотрите, со стороны Белгородской Народной Республики, значит, идет эвакуация из Безменного, идет эвакуация из Грайвера, она идет эвакуация из других населенных пунктов, то есть все бегут куда-то туда дальше. Я бы, честно говоря, я не понимаю, почему они бегут, могли бы подождать РДК и Легион, когда они войдут, и пожить, насладиться освобождением, но это личный выбор людей. Главное, что еще раз говорю, выполняются заветы дедушки Ленина, ну, Путина, да, и полным ходом заздается зона безопасности, о которой так много и часто говорили большевики. Не, единорусы, все будет Украина.